Пространства может быть больше, чем нам кажется, так заявляют создатели фильма «Пространство Лобачевского». Подробности о создании кинокартин узнаем в следующем сюжете. В Казани в культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоялся второй показ документального фильма о русском математике Николая Лобачевского. На демонстрацию фильма пришли студенты, преподаватели и сотрудники Казанского университета, а также школьники. В течение двух лет съемками фильма занимались сотрудники Казанского федерального университета и Технического университета Берлина. О том, как удалось показать человека, жившего 200 лет назад, рассказала режиссер Екатерина Еременко. Я хотела избежать реконструкции, когда какой-то актер в парике, припудренный, бегает перед камерой, изображает ход мысли. Мне казалось, что это все очень... мое чувство эстетическое против этого восстает. Поэтому мы придумали, на мой взгляд, совершенно необычный подход. Мы снимали современных людей, но мы так точно выбирали героев и такие ситуации, которые все вместе мозаикой создают образ Лобачевского. Кинолента пространства Лобачевского была показана впервые в декабре 2019 года в Казанском университете на вручении премии имени Лобачевского. Идеей снять фильм о выдающемся математике, который с 1827 по 1845 год был ректором Казанского университета, Екатерину Еременко заразил шеф-редактор авторских телепрограмм Медиа-центр Казанского университета Юрий Алаев. Первый российский показ фильма состоялся в апреле этого года на фестивале научно-популярного кино «Future Dog» в Перми. Одним из представителей фильма выступила Екатерина Турилова и поделилась своими впечатлениями. Я на каждом показе и просмотре для себя открываю какой-то другой пласт. Может быть, фильма, может быть, история, которая рассказывается, может быть, история университета, может быть, жизнь Лобачевского, может быть, новая линия, которая связывает на самом деле судьбу любого ученого с тем, что делаем сейчас мы. И поскольку мы меняемся даже день ото дня, то естественные впечатления тоже меняются. После показа и обсуждения фильма свое мнение высказали и некоторые зрители. Потрясающий фильм. Также для обывателя обычного стала, понятно, более доступна биография Николая Ивановича Лобачевского, связь с Германией, с Гауссом тоже. То, что я до этого не знала, хотя у нас много есть информации. Конечно, переданы наши корифии, нашим университетам. Это наш ректор, конечно же, наши директора, наша Стелла. Это просто знаменитость, директор музея. И захотелось еще раз посетить и показать всем детям. Понравился своей какой-то современностью и вот этим найденным режиссером способом разговора о Лобачевском через современных людей, которые как бы чуть-чуть его олицетворяют и как бы и при этом действительно без всяких переодеваний. В ближайшее время фильм покажут в Новосибирске, Екатеринбурге, Петербурге и Москве. В Казани кинокартину будут демонстрировать на пяти площадках. 22 и 23 мая его снова можно будет посмотреть в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, а также в кинотеатре Дворца культуры железнодорожников в ДК имени Саид Галиева. Кроме того, после 20 мая показы планируются в кинотеатрах «Мир» и «Смена». Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Универ-Ньюс.